Утром в зарядку делаю только на кровати, но здесь у вас нет кровати, поэтому показать, что я даю, смогу. Я взял специально обученную девушку, она у нас работает в нашем спортивном клубе, не надо, просто так стройте. Она у нас в спортивном клубе работает тренером-массажисткой, я хотел сказать массажисткой, массажистом. Да, поэтому она и покажет зарядку, если это нужно. Если не нужно, то мы будем просто болтать хорошо, потому что вы мне сказали, что если они не загаданы, Вы хотите зарядку? Да! Добрый день, ребята. Я тренер-массажист. Перед тренировкой, наверное, многие из вас ходят в спортзал. Числавный массажист. И перед тренировкой, чтобы они очень рады, разогреться, обязательно нужно делать разминку. Я предпочитаю делать суставную гимнастику и небольшую растяжку. Буквально 10-15 минут. В зависимости от того, какая накусочка вас ждет. Ну что, поехали? Бегать будем? Да! Ну что, поехали? Продолжение следует... 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 И вот в этом году по этому виду спорта стал мастером спорта, и сейчас хочу дойти до того, чтобы сделать мастер спорта международного класса, а потом войти в элиту. В принципе, карьерная возможность, она есть. Был какой-то вид спорта, которым хотели, может быть, заниматься или хотите, но по каким-то причинам не получилось? Вот, честно говоря, сейчас еще не хочу заниматься силовым экстремумом. Ну, дальше, ну, не знаю, сейчас такая не получится. Я уже говорил, что у меня не все так хорошо с позвоночником, было очень много травм. Есть такие люди, ну, ребят, друзья мои, и вид изобретает, если Антана собрулись, то есть там есть ребят, которым уже за 45 лет, и они все-таки выступают, продолжают выступать в этом виде спорта, причем даже участвуют на одном классике, на одном из самых серьезных состязаний. Мне бы очень хотелось, но у меня это не получится, потому что, ну, немножко я боюсь. Когда чем-то идет, бояться в любом случае нельзя. Но просто один раз человек сказал, значит, мне это сказал все время, наш почетный президент, я у него лечился после своей травмы, это Валентин Иванович Дикуль, пришел к нему, он сказал, что, слушай, я говорю, смогу встать потом на ноги? Он говорит, встать сможешь, то есть что-то там поднимать сможешь, но единственное, что если будет очень серьезный какой-то задел там позвоночника, то ты потом ходить не будешь. Поэтому либо, ну, прыг на все, иди вперед, проломные двери, либо зависим таким более подходящим, ну, более перспективным, возможно. А более перспективным, я понял, что это для меня это открытие спортивных клубов. Вот у нас есть, так скажем, две спортивных клубы, которые мы и начали развивать. Я думаю, что если мы дальше будем развивать спорт для вас, это будет график цель для моей жизни, где я этим сейчас занимаюсь. Вот, в принципе, вот цель. И вид спорта, который, который очень нравится, но на самом деле спорт для, ну, в какой-то степени, может быть, для безумцев. То есть, действительно спорт, который очень сильно травмирует людей. И, то есть, у нас, на самом деле, это соревнования, но очень много, очень северных травм, после которых люди до сих пор не могли отниматься. Но это, действительно, спорт, это уж спорт, там не всем дано в нем выступать. Приходите. У нас очень часто проходят соревнования по словам и стрима. Вот сейчас и Настю хотим научить таскать что-нибудь. Мы один раз прицепили к ней, не могу, к шевролену. Я даю тундру таскалу. Вы даю тундру таскалу? Да. Ужас. А что мне не говорят? Я вам покажу. У вас есть секрет. Какие на данный момент в жизни в тренировке спортивные добавки вы используете? Какие спортивные добавки используют? Ну да. Все? Все. Конечно. А вот три, на ваш взгляд, самых полезных. Вкусных. Самых полезных, да. На самом деле, знаешь, если ты хочешь набрать вес, то геймер, я думаю, что это одно из лучших моментов. Честно говоря, вот знаешь, вот самое, что необходимо людям, которые занимаются спортом, то есть силовым спортом, да, это БЦА. Это однозначно их нужно будет потреблять. Потому что БЦА, скажем, тот тельный рестор, который тебя восстанавливает после серьезных тренировок. Это первое. Второе. Второе. Креатив. То есть силу дает креатив. То есть если ты постоянно понимаешь, что... Это надо, чтобы все понимали, что мы речь говорим. То есть это спортивная добавка, то, что продается в спортивных магазинах. Да. А то сейчас, наверное, скажут про мельдонии. И третье, я думаю, что какие там геймеры, это... Посмотрите, я вчера только что-то в соцсетях где-то сидел и... А как же каша? Видел там, ну, такая... Две фотографии с крещённой про мельдкачок. Сейчас вы грудки куриные съесть. А там снизу такая курица. Протеины держи, дурак! На самом деле, ну, сколько можно мяса желать? На самом деле, если ты очень мясо много ешь, то ты, ясно сказал, что это всё переварить не сможешь, ты перегрузишь свою, ну, систему, живущуюся через тракт, да. А протеин, он очень хорошо, то есть это очень легко усвоенный продукт, который необходим. Геймеры тоже самое, если больше... Хорошо, что боится. На самом деле, очень много протеин, и есть это может, потому что это потом, в дальнейшем, происходит некисление, и мы убиваем свои, там, коленки, суставы, все остальное, они мешают, просто, честно говоря, разлагать, но не будут. Это там очень много есть. А в течение дня, вот сколько у вас приёмов пищи на данный момент? Например, вот 7, 8? Я, честно говоря, ночью два раза встану. Правда. Я один раз, ну, был в гостях у битвы соблекательства. Это человек, который входит в 50-х сильнейших людей мира. Мы его тоже сюда на соревнования приглашали. Он один раз тоже меня пригласил приезжать к нам в Литву, посмотришь, что мы в каких соревнованиях проводим. Так как раз был турнир, же думал, что у нас совестный сын. То есть это самый сильный человек в мире. И вот они пригласили, сделали вызов, и это я ему туда жил, выглянулся, крикайся. Мы идём домой, время 11 часов ночи. Уже соревнования закончились, всё, то есть уже там банкет был, всё было, наелись, мы к усмерти. Он говорит, в мулязин сейчас зайдём. Друзья, зайдём, а чё? Да, зайдём. Зашли в магазин. Сейчас, говорит, купим с тобой сало, водки и чёрного хлеба. Я говорю, ты думаешь, что все русские в это идём? Он говорит, нет, я ем. Пришли, я говорю, а зачем сало-то на ночь? Он говорит, ты что? Чтоб ночью не вставать. На самом деле, кинем сало, и нормально. Если сало кинешь на ночь, ты не встаёшь точно. А если не кинешь, то встаёшь. Это завет. То есть те, кто встаёт ночью пожрать, знаете, на ночь нарывали сало, съели и больше не встаёте. Спите, как младенец. Все так. Нет, сало нам полезно, правда? Вот, когда этот вид извлекаетесь, тоже Сергей говорит, чтобы... Чтобы нужно быть сильным, надо много есть сало. Правда? Так оно и есть. Сало нам питает связки, питает нам сухожилия и всё остальное, и головной мозг в том числе. То есть если... Почему русские люди очень умные? Правда умные. Почему? Русские сало едут. А то сало не есть. И вот, пожалуйста. Давайте einen аплодин. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...